Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня матч Амико Скваттера против Wild Dogs. Wild Dogs играет в черных футболках, черная не форма, будем так говорить, но в большинстве случаев у Амико Скваттера белая. Команда, можно сказать, новая для нас. Некоторых футболистов мы знаем, которые играли за Торнадо, сейчас они заявились своим коллективом. И Гуменюк Николай, Самчук Влас и Олег это футболисты, которых мы хорошо знаем. Ну и судя по всему Пищак, как я понимаю, тоже будет играть за этот коллектив. Прозвучал свисток, Wild Dogs с мячом, Паштарь, Валерий. Сарус Касания хотела отдать передачу, не прошла она, Самчук Лас, Гуменюк. И уже был бы, можно сказать, хороший момент, если бы не Каноненко, которому волей судьбы сегодня нужно отстаивать честь своей команды на ворота. Хотя мы знаем все, что Капитан как раз является полевым игроком. Войлок сегодня потерпел некие изменения, будем так говорить. А в составе? Да, два нових заявленных футболистов у них. Думаю, у них будет хорошая нагода сегодня проявить себя, потому что не много сегодня собак, как они называют себя. Войлоком. Розыграли, Фомин. Притримаем мяч. Догоняется. Пасовый центр на Паштара. Бородьба. Бородьба. Думаю, мы пробирали удар, но Самчук блокирует этот пострел. Розыграли. И сразу же пробивает Денисенко. Но в этот раз попал с ворота. Навес. Ну как навес, вброс будем говорить рукой. Достал этот мяч Николай. С командами из Куатро. Полищенко Анатолий. Через центр Денисенко. Мяч, хорошая передача на Паштара, удар. Какой классный шанс сейчас был у Валерия. Розмочите. Рахунок. Даня, заход вперед, но это легкая область для Куатро. Вкидает. Он сразу на Паштара. И Валерий разгоняет атаку. Уолдокс удар. Но пока что больше похоже на пристрелку. Уолдокс удар. Выигрывает верховую борьбу Валдокс. Хамин. Паштарь. Валерий навес такой пробный куда-то туда, на Колганова. Но он не встегает на цель. Паштарь. , по-насски. С мячом Амитка с Куатро, навес на Гуменика Николая адресовывался. Паштарь на ударной. Очень хорошее удар удается Валерию уже второй раз. Пострелали, всего разу повзло. Ханонинка на Паштаря. Борец на уголочке поля прямо рядом с угловым. Кидание. Колганов подбирает мяч и разгоняется, вмещается в центр. Продолжит далее на Денисенко. Втримать мяч незмеги. Классно Самчук. Заразу бікрав, одразу разгоняется, но пробитись не удается. Заграли на хорошей дистанции. Еще один повторный аут. Прострел внизу, немного не достигает на этот мяч. Вонюк с мячем, притримав, все ж таки знаходит такую передачу, боротьба. Былся Олег. Хороший рывок от Уайлдокса. Но этот удар очередной, будем так говорить, удар, который, наверное, все таки не столь опасный, насколько хотели бы того собаки. Собаки. Притримали Микола мяч. Відпасував далі на Савчука. Потужный прострел, но без проблем Фомин блокирует. Скажи, отчув. Скидка. Примиряется. Микола, куда же закинути? Робить вкидание, но не смог обработать мяч. Денисенко подбирает. Прострел внизу, перехоплено. Николай Гуменек. Выходит от Денисенко. Отпашторяя на удар. Нет, все таки простреливал на дальнюю штангу. Этот прострел не удался. Снова Денисенко. Притримав мяч. Богдан развертається. А от передачу уже не дуже вдало віддав. Далі закид. Савчук. Цікавий задум. Але Кононенко там перший на м'ячі. Чисто кажучи, тут спірний, як на мій погляд, епізод. Я думаю, що вже за інерцією просто рухався. Микола і навряд чи міст зупинитися. Найбільше на такому злизькому полі. Почтар. Не зовсім дала передача. Разумрили. Савчук. Притримує мяч. Притримує мяч. Пробратися не вдалося. Удар. 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 Після асисту від Миколи Гоманюка. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Як це позначиться на грі? Кlden притримає м'яч через центр на почтора. Придолчан rankings. Далее на Кононенко, Максим проштовхует мяч собі на хит, але втримати, как бачимо, не злит. Заброс от голкипера, на Санчука Власа. Почтарь. Разгоняется, но вдаётся по лечку перехопить. И мяч у нас вилетает на соседний игровой майданчик. Фомин, Денисенко, удар. Будем так говорить, в игроках, который уже открыл счёт, смог открыть счёт и поразить ворота Кононенко. Фомин. Повторный аут, третий, друзья, аут. Денисенко, ещё один удар. Этот удар никто не касался и будет от ворот вводить. Валерий. Вкидаю на Полищука. Дальний закид, але Кононенко всё бачит. Їй тому забрав передачу. И одразу же вирішив тут и пробити Савчук. И непоганий удар, чисто говоря, влучает в штангу. А от Колганов, схоже, не совсем готовый был до такого розвитку подій. Почтарь. Протримай мяч. Валерий. Придержал мяч, отыграл на Кононенко. Уже в поле вышел Максим. Капитан. Поле выборовки решается пойти в обыгрыш. Потом этот сброс пяткой, наверное, всё-таки был лишний. Денисенко, ещё один дальний удар. Убий команды, кстати, очень ударные и любят бить. Учитывая то, что сейчас очень скользко после отскока. Мяч ускоряется. Непонятно. Непрогнозируемый счёт, на самом-то деле, я думаю. Почтарь в центре идёт. На игрока сблизился, потерял момент. Расстрелы. Хороший шанс зараз был у Элдокса. Почему Денисенко сам не был, может быть, незручно было ему в этом эпизоде. Одразу же и выстрелили. Олег Гуменёк на Николай, судя по всему, отдавал передачу. Не прошла, на Почтарь Финтит. Олег отобрал и тоже, кстати, решил такое впечатление, что проучить Валерия за его желание играть индивидуально, постоянно. Денисенко на Каноненко. Придрымав мяч, відпасовый дали на Почтара. Удар. Повз ворота. Цего раза. Олег Гуменёк. Наверное, нужно было на Николая передачу справа. Так свободно стоял. Видно, что все футболисты Амика Скватра любят большой футбол. Очень часто любят такие сильные удары, широкую игру. И, наверное, где-то и порой, и немножко злую шутку это играет с ними. Потому что хотят играть на всю ширину поля, часто эти забеги упираются в тупики, мяч выходит за счет того, что скользкий тайм-аут берет. Да, Wild Dogs берут тайм-аут, и, в принципе, логично. И, наверное, пометно было, что они уже и стомились. А вот у Амика Скватра, мне кажется, еще больше, чем досталь сил. Ну, интересно, на самом деле, какие висновки Wild Dogs сейчас делают для себя. Может, удастся им шукать какие-то тактические ключики для того, чтобы переграть своих оппонентов. Денисенко играет на центр, Фомин решается пойти в обыгрыш. Это чистый отбор, друзья. Куананенко вправо отдавал передачу, она не проходит. И сразу Полищук на туалет туда-вдаль. Тут уже и вратарь вступает в игру. Почтар, приторимает мяч. Отпасывал внизу на Денисенко. Не совсем прицельный прострел. И Полищук отразу же разгоняется. Добрый, добрый, добрый. Третья, лисота, успокоить своих партнеров по команде. В принципе, честно говоря, как на меня, Артур, знаючи Wild Dogs и понимая тот стиль, который рассказывали, вернее, гравцы Amicus Quattro, которые играли на турнире за торнадо, я рассчитывал на большее количество забитых голей уже в этот час. Ну, я тоже с тобой соглашусь. На редкость в столь мокрую, скользкую, ну, скользкое покрытие, да, будем говорить, так мало мячей мы видим. Наверное, это все-таки залог того, что Wild Dogs все-таки, поиграв в бронзовую лиги, набрались какого-то опыта и немножко научились закрываться. И удары, которые Wild Dogs наносили конкретно, они приходились мимо ворота. А вот со стороны Amicus Quattro шансов было не так много, как, наверное, было тех шансов у торнадо. Да и плюс Николая приходилось, будем откровенными, постоянно пробивать, потому что чуть выше, будем так говорить, его игровая практика уровнем, чем футболиста торнадо, больше физически подкова, но на нем ставка была. Здесь же есть с кем обыграться. Ну, и, как мы видим, равный счет. Пока что 1-0, да, есть некое преимущество, но это лишь только первый тайм и 7 минут, это, будем так говорить, это еще пока равный счет. То есть, наверное, в момент формирования этих лиг, я думаю, что Amicus Quattro как раз и заслуживает то, чтобы играть именно в сильвере, а не в бронзе. Мы побачим, как будут далее развертаться по дее, еще свой турнир попереду, тем больше матчи загортовывают команды, так что, возможно, у Amicus Quattro будут гидные соперники. Ну, тут с поля разыгрывал Полящук и мяч утрачен. Переходит он на Дуэллдокс. Розыграли. Ну, взлетает. В основном, мыть из ноги мяч уже просто. Хотя хороший хлесткий удар, но вот по точности совершенно неприцельный. Как мы видим, Фомин головой на Паштаре. Денисенко притримав, відпасовывает далее на Валерия. Он сразу же пытается пробираться далее, но остановит его прихи Савчук. Никола Гуменюк, притримав мяч, разгоняется. Тут пометили порушение. У меня еще штрафник. Схоже, Микола Гуменюк пробивает, мы знаем, хороший в нём гарматный пострел. Он несколько раз забивал уже за штрафник. И вот тут очень близкий был от этого раза. Мне кажется, вообще эта замена вратаря положительная, скажется, для Wild Dogs. Уверенно. Новый заявленный игрок Wild Dogs стоит. Пока что, например. Пока что, счастливый вратарь. Кононенко. Он намагается пробираться. Полищук. Камин. Притримав. Легональная передача. Одразу двое игроков в Аммику с 4. А вот скрытая передача на Николая от Олега Гуменюка проходит и апеллирует к суде, что, мол, рука была в этом эпизоде, а вратарь-то был за штрафной. И мяч выходит за межи поля. Олег Гуменюк. Полищука. Анатолий играет. Снова Олег Гуменюк. Паштарь, перехватывается. Сейчас есть серьезный прорыв. И вырешил сам пробить, а чему хотя бы очікувал пас. Денисенко однозначно. Ну, провал был в обороне серьезный. Я вот не успел сформулировать мысль свою. Ну, а вот здесь уже навес, наверное, на Олега от Гуменюка. Николая совсем неточный. Денисенко. Опасно так в центре играть. Обе команды могут себе позволить и поводиться, как мы видим. Пас назад. Помин притримает мяч. Відпасовывает на Пачтара. Непогано обигрывалось, но не ожидал, что аж так сильно отдаст Богдану эту ситуацию Валерий. Самчук притримает мяч и пытается пробить. Відпасовывает назад. На Полищука. Не совсем удало пробил мяч. И вот уже Валдок зготуватимет свою черговую атаку. Дальний закет. До адресата. Передача не доходит. И тут, зрештою, опиняется мяч Оконаненко. Тим Максим пробивает в ищеварит. Паштарь достал этот мяч в таки. И вот как раз это касание Николая, я бы, наверное, сказал, вывело из равновесия. Потому что сложно было потом, наверное, сориентироваться и как-то тыкнуть мяч в сторону ворот. Помин. Денисенко, вернуться не получается. Удар. Николай Гуменек, Самчук, класс, на грудь обработал. Ну а поднимать, мабуть, даремно мяч. Тут, схоже, було неприятное зіткнення для Власа. И рефері вирішив дати штрафный. Вище варит. Без свистка. Пострелить без свистка. Тому рефері знов зупиняє гро. Зблоковано. Ще один пострел. Забирай, Саш, забирай. Підказую капитан, что осталось полтора минуты и крайне важно не пропустить Амику с квадро. Ци 90 секунд. Аминюк, Микола, перетримает мяч. Просто новина, зграя. Трохи как-то не впевнено. Алясова тут відгорав, честно кажучи. Однозначно, треба було вибивати набагато швидше. Ярославу, саме тому, мабуть, Гоменюк так і емоційно зреагував. Алясова бросил на Олега Гоменюка, ну и власть Самчук тоже в этом эпизоді не достает. Мяч, аминь. Не зрозуміло, куди цей пас, але зрештою мяч доходить до Поліщука. Притримали. Анатолій. Знайшов скидку на Самчука, то и пробивает. Але вищий варит. Непогана комбінація вийшла зараз в Амику с квадро. Мій м'яч виходить з межі Поля. Менше 20 секунд до свистка на перерву, поки що рахунок 1-0 і таке враження, що таким і залишиться. Тут відверте порушення від початара. І зараз, схоже, він отримує і жовту картку. Так і є. А часто в нас вже вичерпане. Мабуть, буде просто прямий удар по воротах. Без добивання. Можна пробивати. Острій, але влучає в стійку і перший тайм закінчується з мінімальною перевагою Амику с квад. Призвучався сток про початок другого тайму. Рахунок 1-0 на користь Амику с квадро. Тут помітив порушення рефері. Поштарь не розвернувся. Розіграли. Денисенко притримує, відпосулав назад на початара і пробиває повз вороту цього разу. Ярослав, Ніколай, Гоменька, Самчук у вас. Дуже острая передача Боліщук. Початар підбирає цей мяч і відразу намагається розігнатися. Деється пробитися удар, але Микола блокує його. Пас посетів нікуди. Калганов підбирає цей мяч. Відпосував на капітана. Ну і Кононенко вже пробиває. Змушений вступати в гру для соти. Ну і мені здається так небезпечно. Летів мяч прямо в поперечку. Хоча я можу і помилятися. Кутовий. Вдар і це гол. Один один. Асістом Паштаря Валерія Сугловова і забиває Кононенко Максим. На 21-й минуці. Очень важний мяч для команди «Вайлд Окс». Ще от становиться, друзі, у нас один-один. Розіграли. Микола Гоменюк робить дань і закид на Самчука. А після боротьби м'яч ополіляється у Почтара. М'яч не вийшов, можна продовжувати грати. Тут вийшов такий пас ненароком на Самчука. Почтар, класно. Пробрався. Проходить, але пас трошки за спину. Вийшов. 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 Навешиває. Самчук. Єдва ли не достал. Опорная нога поїхала. Так можна і травму получить. Ну, видим, що вопрос не в этом. Вопрос в тому, скільки забьєт. Сьогодні одна і другая команда. І хто станет победителем. Почтар. Перший на підборі. Денисенко. Денисенко. Вийшов. Сьогодні. Вийшов. Вийшов. Ну що ж. Суже саме Кононенко. І перебуватиме. Вірніше розігруватиме, як ми бачимо. Удар від Денисенко. Буде добування. Фомін. Скидає на початара. Постріл. А це у голови. Ніколай Гуміненко так і зацепив мяч. Розіграли. Скидка. Удар зблоковано. Послідний удар уже прийшов саміма. Через центр. Але Фомін. Перший там на м'ячі. Розганяється. Відпасував на Денисенко. Притримує. Але, як бачимо, далі справа не пішла. Пішла аут. Для Уайлдогс. Ніколай Гумінюк навішує. Ну, це вникуде насправді і буде відварити. Почта Не совсем голая передача Камин Разгоняется Ну давит Все-таки давит Wild Dogs Потихоньку на самом деле уходит в открытый футбол Появляется пространство Наверное все же У Амикас Кватра Чтобы пользоваться, наверное, вот этим Забросы, атаки, выходы Но, как мы видим, за счет того, что мяч скользкий И поле Будем так говорить, не в лужах, конечно Но явно оставляет желать лучшего Отскок после вброса Лясот И отставляет желать лучшего За счет этого Как-то контратаковать дельно еще не получалось У Кватра Амикас А вот у Wild Dogs Они все же высоко встречают Троем-четвером стараются играть компактнее И это пока что больший результат приносит во втором тайме Если смотреть, будем так говорить, за статистикой Апалуют до рефери Что была в этом эпизодии рука Мені здається, справді Максим доторкнулся Но рефери решил не остановить игру Самчук опинився в необходимый час В необходимом месте И забывает гол Самчук классно Забивает на 25-й минуте Очень важнейший мяч для своей команды И, как мы видим Выводит ее вперед Почтар Намагается пробитись Идеться пройти Забил Гуменюк Николай На 26-й минуте А сейчас? А сейчас? Самчук А сейчас? Самчук пазднули Спасибо Денисенко Финти Это неприятнейшее столкновение Совсем не так пошло для команды Wild Dogs Х3-1 Будем говорить Горят за эти полторы минуты Просто не знаю, что происходит в обороне Вот то, про что я и говорил Что какие-то выводы Насчет счета Финального Нет смысла делать Потому что скользко И два мяча мы можем увидеть за минуту А можем и не увидеть вообще Скидка Самчук Приймає цей мяч Притримав Відразу же вирішив пробити Колганов на месте Забирай цей мяч Кононенко Притримає Самчук поборовся Але забирав мяч із порушенням Каже рефери Одразу же и розіграли Кононенко Ой, Денисенко, перепрошую Паштарь хорошо избавляється от опеки Полищука Анатолія Апеллировал как раз именно Полищук, что там был аут Но дело в том, что мяч должен полностью пересечь линию А это часто становиться почвой для споров Одной и другой команды Которые попадают в такие ситуации Денисенко Совчуку удається все же перехопити Зиграли Фомин Пасував на Кононенко Удар цей сблоковано Лясова спокойно забирає Белый водимет Лево, лево, внимательно Дальний закид Дальний закид Он очень работал Фомин продолжает Денисенко А он отверто не отдалил передачу Самчук Зачепился Втримал мяч На поле Намагался самостоятельно пробитись Ну в принципе непогано Ну и что Тайм-аут Ровно на экваторе второго таймена В 30 минуте Так и справдя Треба перепочитим Мені здається Що Якщо говорите про сутофізичную Підготовку Якось Більш Підготовленими Справді Виявилися Амікус Кватра Хоча Уайлд Окс В бронзовій лизе Була одна из найбільш Витривалих И сильных Сутофізично команд Да Ну и как мы видим Новая Лига Новый вызов Для одной и другой команды Поэтому Какие-то прям ранние выводы делать сложно Ну що Завершилась перерва Потребно продовжувати гру Чи знайдуть собі силу Уайлд Окс Переламити Під поединку І забити Ще хоча б два м'ячі Ну або принаймні один Аби Повноцінно Повернути інтригу До нашої гри Савчук Відпасовує далі на Микола Гомунякату Одразу прибиває Зблоковано Перший на підборі Савчук Відпасував він на Власа Власа как-будто в полсили Пытаються обіграти Одного і второго футболиста Не виглядит так, що сверх нормы Іграє Красиво Пашталь Валерий переврасывает Пішли Давай-давай-давай-давай-давай-давай Шостiu-шостишь Зрава Пороший шанс у Денисенко Удар Повз ворота Дуже класна нагода Справді Богдан dort прибався Но этот завершенный аккорд атаки не удался, я имею в виду удар. Помян борется с ним Гоменюк и, наконец, оттесняет. Но это все у нас его в двори. Каноненко. Будет бить, но без проблем для соток. Классный пострел и непоганый сейф, в принципе, его делает Ярослав. Денисенко финтит, играет на Фомина. Фомина поштаря. Валерий пробивает, но удар приходится от Полищука. И одразу же разгоняется. Николай Гоменюк. Пострел вниз. Неужели Фомин стыгнет на цей мяч? Ага, вот. Не вдаётся. Для соток играть надо было. У нас Николай Гоменюк, ну неужели не обработал? Нет, не обработал. Момент, на самом деле, был классный. Резиграли. Почтар. Перетримаю мягкие три поля. Отпасывал на Каноненко. Классно. Тут Денисенко разобрался. Удар. И это гол. Да, отдал Каноненко передачу, а забил у нас Денисенко. На тридцать второй минуте. Встречи. Олег Гоменюк. Сам чуть пас отыгрывает на Полищука. Анатолия красиво движением избавляется от одного. Второй уже капитан команды Собак. Доставляет проблемы серьезные. Резиграли. Кононенко притримает мяч. Отпасывал на Денисенко. Богдан шукает, как продолжить эту атаку. Змушенный повертать мяч капитану. Резиграли. Встреча с Каноненко. Псикава так пробовал. Ну что скользкую погоду не так просто развернуться и ускорение сделать, чтобы избавиться от опеки. Паштарь! Досменяется. Ну, Паштарь, с мячем удар, а лицо разу повзворот. Закет. Ну, это легкая сдобача и для Тоганова. Каненко отдал на Паштаря. Крутит он, неплохо винтит. Играет на Денисенко. Тут уструю передачу старался дать на Фомина. Тут явно не успевал на дальнюю. Старается Wild Dogs чуть нарастить, взвинтить темп. Один мяч нужно отыгрывать. Во что бы то ни стало, будем так говорить. Паштарь. Денисенко на Паштаря снова отыграл. Ну и мяч. Виходить за межи поля. Спробуют и справді нарастить. Валдокс. Таким впечатлением, что этот второй забитый их значительно простимулировал и мотивовал. Но вот эта невдала передача от Паштаря. Отверто не встегал на этот пас Кононенко. Дальний закет. Фомин первый на мяч. И все, я вернулся. Олежка, вертайся. Олег, сядь сам, сам пригравай. Олег, погай сам пригравай. Олег, погай сам пригравай. Резиграли. Фомин. Генесенко. Прострел на ЭЗМ сблоковано. Генесенко играет на Паштаря. Тут в касание старался пробивать. Не получилось. Настолько хорошо, чтобы Лясота занервничал. Недоволен Валерий. Часто он сегодня спорит с решением судьи. Полищук Анатолий. Мне кажется, поспешил однозначно. Трое игровцев были на половине поля соперника. Можно было попробовать разыграть. Чем больше, что количество. Перевага, то на их работе как раз. Паштар зачепился за этот мяч. Протребляет, пытается пробить. Но Савчук у него забирает. Через центр нового Гоменюка. Пробитись не вдаётся. Такое впечатление, что устали Wild Dogs. Просто измотаны. Не знаю. Может, конечно, это впечатление такое создается об игре. Но выглядят они не такими, которые готовы поддерживать как с первых минут. Тут темп. А нужно наращивать. Фомин проиграл борьбу. Денисенко. 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 Покажет на почта. Через центр. Малый мяч выходит за межи поля. Попробовал опять обиграть Савчука. Фомин. Единственная передача. Но начать держать этот мяч Максим не могеш. Малый мяч использовал далеко вперед. Была, на самом деле, рука, но настолько близко к корпусу она была, что судья разрешал играть в этом эпизоде. Савчук. Одразу же пробивает, но пострел выявился не очень прицельным. Саня. Удар. Гиперская помилка, так? Вот Фомина продавил он такие лясоту в этом эпизоде. А кто же ему дал ассист до этого? Да, пас ему дал ДНСР. Рахунок ревный и максимально закручено на останние две с половиной хвилины. Кононенко, перехват от Николая Гоменника. Ни одна команда, ни другая, не хочет ничего видеть на табло. Кононенко, капитан команды «Вэллдокс», разгоняет атаку, борется, уходит в центр. Удар мимо приходится, хотя момент симпатичный. Две минуты до завершения. Давай вперед. Одразу же удар от Николая Гоменника. Мне кажется, черк был. Так, рефери вказывает на кутовый. Пострел. Ну, с силой все в порядку, а точность этого раза подкачала. Паштар, Афомина. Удар. Сблоковано. Выключен из-за борьбы Олег Гоменюк. Просто такое впечатление, что взял для себя свой тайм-аут какой-то, которого мы не знаем. Удар. И цехол. Забивает Олег Гоменюк. На тридцать девятой минуте. Ну, неприятнейший осадок остается у Уэллдокса, я уверен. Аккуратно играем, Сергей. Риспытай, что поставь. Олег плотно пробивает, вратарь парирует. И сразу же вбрасывает на Денисенко. Есть шанс у него. Тридцать восемь секунд до конца. Ну, Ляс, это неубедительно, мне кажется, все-таки. Заледуя не помылился. Олег, не бойся. Так, черпачком. Брались, пострел. Колганова, как раз так, не дуже. И Диана, Олег все же отбывает. Еще один шанс. На этот раз Самчук Лас отдает передачу на Олега Гоменюка, который забивает, я будем так говорить, наверное, финальный. Гол. Гол. Две передачи, как мы видим, Лас отдал. И звучит финальный свисток. 5-3, Амикус Куатрос добывает перемогу. Все мы их и поздравляем.